Весь мир сейчас говорит о том, как нехорошо поступает президент России. Россия, когда они травят людей. Новичко, Навального отравили, чуть на Навальный не умер, спасли его в Берлине. Кома, следы новичка, прекрасное расследование. Я только что приехал с интервью с Романом Доброходовым, который является соавтором этого расследования вместе с Христо Грозьевым. И, как мне кажется, получился прекрасный диалог. Я вам его обязательно покажу. Я его записывал в первую очередь для сюжета, который завтра будет на ТСН-тыжне. Но, очевидно, в понедельник вы сможете посмотреть полную версию. Что прикольно, во время интервью я записываю Романа Доброходова. И тут какие-то пацаны проходят мимо нас. И такие, слава Украине! И это было очень неожиданно. Потому что мы так получилось, что писались на детской площадке. Но когда при виде тебя, то есть меня, в Москве кричат слава Украине. Такое было уже. Но это делал человек, Миша, с которым мы лично знакомы. А тут абсолютно незнакомые люди. И это, конечно, было очень забавно. Что главное? Я почему хочу все-таки о Навальном несколько слов сказать. Ну как, мы же должны быть в тренде. Говорят, что это хайповая тема. А в чем ее хайп? Потому что Навального Путин опустил до украинца. До украинцев. Да. Он к нему относится точно так же, как и к нам. И это важно. Потому что в свое время Алексей Крымни-Бутербродович, он же промолчал. Фактически он поддержал аннексию против Украины. Когда были самые жаркие бои за города на востоке Украины. Они тоже молчали. Уточки там, коррупция, воруют в России. Как говорит Найдер Муждабаев, воруют в Рейхе. Ну, я такую лексику не использую. И, то есть, его не обижал тот факт, что по приказу президента России, которого он так ярко критикует, российские военные, разовощокие мальчики из Рязанской области и из Бюрятии, менее разовощокие, отправляется на Донбасс убивать граждан Украины. Гражданские разрушения, миллионные и миллиардные убытки, миллионы беженцев. Он это все не замечал. Почему я говорю о том, что Путин опустил Навального до украинцев? Дело в том, что согласно этому расследованию, который провел Христо Грозев и Роман Доброхотов, его отравили специалисты специальной воинской части ФСБ, НИИ-2, которые в свое время специализировались, в прошлом столетии, на отравлении и убийстве украинских националистов. Понимаете? То есть, Алексея Навального, тема Украины, она же его догнала. То есть, ты вроде бы как промолчал, вроде сделал вид, что это не важно, что да, но зачем этот Крым туда-сюда? А потом выясняется, что в России бандеровцев не так-то много. А может их вообще нету? То есть, есть порядочные люди, которые там и против войны выступали в 2014-2015 году. Есть Миша Юдин, который даже сейчас в 2020 году ходит с украинским флагом к кремлевской стене, возлагает цветы к стеле городам-героям. Но Навальный, он же лидер оппозиции. Он это все не видел. Не видел все вот эти вот моменты. И, по-моему, это просто шедеврально. Это просто говорит о чем? Почему вот к Навальному такое отношение и, соответственно, к Тихановской, которая тоже якобы оппозиционерка? А все просто. Потому что, ну, если ты за правду, если ты за выборы, если ты за справедливость, то эти вещи, они универсальны. Универсальны для всех. Ты не можешь говорить у себя дома, например, что Путин украл у нас выборы. Путин крадет там что-то у детей или еще у кого-то. А при этом делать вид, что ваш президент, когда он совершает преступление в соседней стране, ты этого не замечаешь. Это касается точно так же и Тихановской. Почему Укров так это бесит? Потому что, если ты говоришь, Лукашенко тиран. Лукашенко украл выборы, соответственно, уже в Беларуси. Посадил мужа в тюрьму Тихановского, Сенгея. И так далее, и так далее. А на Крыме ты ломаешься, то получается, что, ну, какие-то вы ненастоящие оппозиционеры. Ну, как бы там ни было. То есть, посмотрим, может быть, поживя в Германии, Алексей Навальный, он к этому вопросу начнет относиться по-другому. Он свое дело сделал. Выжил. Доказали, что это новичок. Расследование даже с Ютьюба Навального, даже в Украине не в топе Ютьюба, в самых трендах главных. То есть, миллионы людей это посмотрели. И почему я так снисходительно, и почти не обижаясь на него, на этот крымний бутерброд, говорю. Потому что он всему миру показал, что нужно вводить санкции против России. И это, наверное, самое главное, что он должен был сделать Алексей Анатольевич. А дальше поживем и увидим. Мое мнение вы знаете. В политическом плане для нас хороших русских, конечно же, нет. Но украинизация Навального прошла очень, конечно, публично. Посмотрим, сделают ли они выводы из этого. Кстати, вот с Доброхотовым мы обсуждали этот вопрос, что в расследовании Навального он показал там карту России, где он передвигался, и за ним ездили агенты ФСБ. И там Крым прицепил, присоединил к России. И понятно, сразу на него многие накинулись, что чувак, ну ты же уже определись. И вот мы с Романом даже обсуждали этот вопрос. Я говорю, что ты по этому поводу думаешь? Он говорит, ну странно, конечно. Может он случайно прицепил его? Я говорю, но в принципе допустить, конечно, можно. У меня два года назад я там делал видео про какой-то российский регион. И мне надо было это проиллюстрировать с помощью карты. И я взял российский оккупационный образец карты. И мне потом выписали в комментариях, как бы Рома, ты что там совсем рехнулся? Совсем дороги путаешь, как карта Украины выглядит. И мне было, конечно, очень неудобно. Ну, во-первых, я осознал свою ошибку. Ну, во-вторых, я-то работаю сам, понимаете? Монтирую сам. А это видео, уровень графики говорит о том, что там работала целая подготовленная и очень квалифицированная бригада. А людей есть сценаристы и, соответственно, дизайнеры. Так что вряд ли он ошибся. Так. Катя Скримченко пише. Всім привіт Ромі, модераторам та чатікум. Я, власне, всіх теж вітаю. Рома на пресс-конференцию ходил. Відчутно, что Путин втомлений? Чи він впевнений в силах та натхненні? Только людина, яка была там, це відчує. Є відчутність того, что у Путіна немає земли під ногами уже. Слушайте, ну, по-перше, мене ж в бункер ніхто не запрошував. Так. Як-то кажуть, хвилиночку. В бункері я не был. Щоб потрапити в бункер до Путіна і сидіти в тій самій кімнаті, де і він, люди проходили двотижневу ізоляцію. Ні, не нові санжари, звичайно. Два тижні народ тусовався в спеціальному гуртному отелі. І спеціальні люди дивилися, щоб вони раптом в бункер заразу не занесли. Я був в загальному залі і, відповідно, дивився на нього теж на телевізорі. Да, у багатьох склалося враження, що Володимир Володимирович трошечки втомився. Але, не дивлючись на цю безліч розслідувань, я не думаю, що є підстави говорити в такому ключі, як люблять у нас багато політологів, роботи такі висновки, що... Ну, от, нарешті дочекалися. Завтра Путина свергнут, Путина не буде, і все заживут в мере і в щасті. Нет, я в цьому не уверен, якщо честно. Оно, вот этот процес гниення, прости господи, і в поисках, допустим, якого-то приємника или ще щось чого-то, може продовжуватися очень-очень довго. Тому я не сторонник таких...